672 работника шахты Казахстанская переведены на другие угольные предприятия региона. Сегодня аппаратное совещание началось с минуты молчания в память о погибших горняках. Акимобласти выразил соболезнования родным и близким погибших. Между тем еще 13 человек пострадавших в ходе ЧП до сих пор находятся в больнице. Подробности у Антона Александрова. 5 человек погибли, 13 пострадали. Такова печальная статистика ЧП, произошедшего на шахте Казахстанской. В день трагедии эвакуировать удалось 222 горняка. Сегодня медики делают все возможное для восстановления пострадавших шахтеров, говорят чиновники. У восьмерых состояние средней степени тяжести, интоксикационный синдром регрессировал. У пятерых состояние ближе к удовлетворительному, все необходимое лечение они получают. Среди основных причин аварийности власти называют неудовлетворительную организацию технологических процессов, пренебрежение требованиями безопасности, а также износ основного и вспомогательного оборудования. Меньше годы назад на шахте имени Ленина угольного департамента Арселор Миталтимиртау произошел выброс метана. Тогда, как и сейчас, также погибли пять горняков. После обнаружения всех погибших на шахте Казахстанской активно приступили к локализации пожара, говорит Сергей Огай. Для выяснения причин произошедшего также будет работать специальная комиссия, в состав которой вошли представители различных госорганов. Между тем, работников остановленного угольного предприятия распределили на другие шахты, входящие в состав Арселор Миталтимиртау. С сегодняшнего дня 672 человека, работников шахты, переведены на другие предприятия угольного департамента. Практически на все шахты, оставшиеся шахты. По персоналу остались только люди для обеспечения жизнедеятельности шахты и члены ШГС для возможной помощи в ГСЧ, это по доставке материала, откачке воды. К слову, за последние 15 лет на предприятиях Арселор Миталтимиртау погибло более 100 человек. Эти показатели только растут, говорят чиновники. Каждая вторая гибель в международной группе компании Арселор Миталтимиртау приходится именно на казахстанский дивизион.